На сегодняшний день считают вообще самой идеальной версией европейского кроссовера. Все дилеры ушли и фольксвагенов нету. Есть представители, но это не то. И возможно там и нету елочек. Хотя классно было бы. Елочки поприкольнее смотрятся. Друзья, кайфую от управления этой тачкой. Покачивающе убаюкивает тебя, при этом абсолютно не занимает динамики. То есть прям в управлении очень кайфовая тачка. А в целом все четко. Классный, благородный европейский кроссовер фольксваген Таурек. Друзья, привет! Радуйтесь солнечному дню посредине января вместе со мной. Помимо всего прочего, из хороших новостей у меня для вас классный, благородный европейский кроссовер фольксваген Таурек. Вот этого малыша мы привезли из Южной Кореи. Но для тех, кто любит не досматривать наши ролики до конца, я обязан сказать прямо сейчас, что помимо Южной Кореи мы можем привезти вам автомобиль еще из Японии, Китая, США, Арабских Эмиратов и вообще откуда угодно, практически из любой страны, где продаются автомобили. Также не забывайте, что у нас еще есть несколько китайских автомобилей, которые можно купить в наличии уже в России. Погнали дальше! Итак, возвращаемся к нашему красавцу. Это фольксваген Таурек. Самый топовый, наверное, автомобиль во всей линейке фольксваген из тех, что сейчас выпускаются. Тем более среди кроссоверов. Так вот, это третье поколение. 2020 года тачка с 2018 года, третье поколение пошло. Дизельная версия, трехлитровая, та же самая, которую вы можете купить, точнее, могли купить в дилерском центре или у представителей. В России сейчас, насколько я знаю, все дилеры ушли и фольксвагенов нет. Есть представители, но это не то. Что еще хочется рассказать об этом автомобиле еще прежде, чем мы прям приступим к самому обзору? Во-первых, это один из немногих европейцев, которые мне нравятся, как минимум визуально, которые я не буду подыскивать какие-то его минусы, плюсы, хотя их здесь дофига, что минусов, что плюсов. Второе, друзья, сегодня мы уделим внимание именно тому, что автомобиль куплен на внутреннем рынке Южной Кореи и сравним его с тем, что можно купить здесь, на вторичке, у дилеров, если опять же найдете, и так далее. И в-третьих, друзья, это сам автомобиль. Здесь немножко нужно копнуть историю. Вообще, модель Tourego появилась на свет в 2002 году. Это сравнительно с остальными кроссоверами, на самом деле, не такой уж и старый, хотя уже многие называют эту тачку легендарной. Нельзя сказать, что первое поколение было пробным или провальным, но были свои недостатки, которые во втором поколении были решены. Здесь были вопросы и по моторам, и по трансмиссии, и по пневмоподвеске, которая, на самом деле, всегда считалась очень классной штукой, но были свои дефекты в первом поколении этих Вольфсвагенов. В общем, многие из этих недочетов были решены с появлением второго поколения, который многие ваголюбы на сегодняшний день считают вообще самой идеальной версией европейского кроссовера. Не то, что самой идеальной версией Tourego, но и, в принципе, европейского кроссовера. Второе поколение появилось это в 2010 году. Как я уже сказал раньше, оно закрыло с собой все недостатки, которые были в первом поколении, который считается больным поколением, наверное, у Tourego. В общем, как я ранее говорил, это реально одна из самых любимейших тачек среди всех ваголюбов. Во втором же поколении появились версии, которые доукомплектованы различными внедорожными функциями. Появились выбор режима работы трансмиссии, появились блокировки межосева и блокировка заднего дифференциала даже в некоторых версиях. Но не у всех, не у всех, к сожалению. И вот у нас 2018 год. В свет выходит третье поколение. Здесь, опять же, огромные разногласия. Кто-то говорит, что эта тачка божественная, это уже максимально элитный. Если раньше Tourego считался таким кроссовером для людей среднего достатка, то есть что-то близкое к масс-маркету, то в этой версии он уже считается люксовым, элитным городским паркетником. Друзья, и заканчивая мой маленький исторический блог, хочу сказать еще один интересный факт, что нынешние Tourego выпускаются только лишь в Братиславе. Представляете, мрачняк какой. А до этого выпускались еще в Калужской области, в России. Насколько я знаю, там сейчас производство прекращено. Давайте начинать и начинать будем, как всегда, с внешки. Во-первых, это морда. Внешка всегда это морда с первых на первых. Короче говоря, здесь интегрированные в огромную хромированную решетку две фары. Фары, естественно, у нас адаптивные, диодные, со всеми-всеми ништячками. Все, что должно быть в современном элитном автомобиле, здесь, естественно, есть по функциям. Смотрится, во-первых, как говорят сами производители, оно все так же пластично по-европейски. А критики считают, что это уже уклон к азиатам, то есть к Lexus, к Toyota, да, вот эта огромная решетка, переходящая фары. На мой взгляд, четко. Четко докопаться не до чего. Вот эта вот строгость, которая присутствует, наверное, в каждом Volkswagen, она здесь прям выделяется, сразу бросает глаза. Эту машину, наверное, ни с чем не перепутываешь. Хром, я думаю, на нижней части он был бы лишним, но хотя это мое мнение, был бы, не был бы, а есть. Потому что в нашей российской зиме он, скорее всего, обшарпается. А может и нет, вот и увидим. В общем, по внешке на передней части вопросов у меня ничего не вызывает в профиль. Это тот же самый Touareg. Выглядит он, кстати говоря, побольше, чем прошлое поколение. Вот эти вот хромированные полоски, да, что опоясывающие у нас оконные арки, что молдинги на дверях, переходящие вот эти линии на бампере. Я бы сказал, это прям какая-то китайча, если бы перед мной стоял корейский автомобиль. Я раньше корейский автомобиль называл китайчой. Сейчас мы снимаем китайцев и все нормально. Видите, как меня поменяла-то работа. Здесь смотрится, я к чему? Потому что здесь смотрится все четко. Ничего лишнего, вот эти хромирки, которые я, например, не люблю, убирать бы здесь не стал. Все классно. Версия с рейлингами, по-моему, во всех версиях у нас идут вот такие вот интегрированные рейлинги, да, не выделяющиеся из крыши. Прежде всего, это опциональность, практичность, да. Во-вторых, это смотрится, то есть придает автомобилю вот этой вот, знаете, не то, что люкс какой-то, как у BMW, да, брутальный и блестящий, но абсолютно бесполезный. А это все-таки еще намек, да, на то, что автомобиль максимально универсальный. Задняя часть, друзья, здесь особо нечего рассказывать. Вообще, визуал это все на любителя. Не скажу, что мне прям вообще в диком восторге от нее, но смотрится, знаете, как вот размеренно, современно. Что-то есть общее с Audi, да, с которой он, опять же, делит платформу. Что-то, может быть, даже и с Porsche, вот эти вот раздутые задние крылья. В целом, особо рассказывать здесь нечего. Все достаточно строго, просто симпатично, сдвоенный глушитель. У нас есть два типа, кстати говоря, диодных фонарей задних. Да, есть вот такие, есть еще, которые идут елочкой. Да и, в принципе, все. По-моему, если не ошибаюсь, те считаются более люксовыми. Вот, но это, кстати говоря, информация о Volkswagen, которые у дилеров у нас продавались. Здесь машина у нас взята у дилера с Южной Кореи, да, и, возможно, там и нету елочек. Хотя классно было бы. Елочки поприкольнее смотрятся. У нас сегодня дизельная версия, естественно, трехлитровая. Почему естественно? Потому что это самая популярная версия. Есть еще бензинки, двушки, трешки. И есть четырехлитровый дизель, который никто никогда в жизни не видел. Поэтому все Тауреги, которые вы можете найти, скорее всего, Да, это трехлитровые дизельные турбовые двигателя мощностью 249 сил. Это V6. И работают они в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой переключения передач. Самая популярная версия. Бензинки не рассматриваем, потому что их, в принципе, не найдешь. А четырехлитровый дизель, который никогда не выпускался на южнокорейский рынок, никогда не предлагали дилеры. И я, честно говоря, даже не знаю, где он выпускается. Вот, поэтому остановимся на вот этом моторе. Если копнуть чуть поглубже, это тот же самый мотор, который выпускался и ранее. То есть тот же самый трехлитровый турбовый дизель на 249 лошадиных сил. Но, выпуская новое поколение, Volkswagen Group немножко доработала этот автомобиль, чтобы не остаться в технической части вообще без изменений. Иначе новое поколение потеряло бы половину своего смысла. Вот, что на самом деле и произошло. По изменениям. Во-первых, в этом поколении изменили систему рециркуляции выхлопных газов. То есть система EGR. Она здесь двойная. Каждая из них проходит после того, как раскронять турбину, проходит через радиаторы, что, соответственно, ускоряет подогрев антифреза. То есть, чтобы тачка грелась быстрее, чтобы меньше была теплопотеря. И, соответственно, все это дело функционировало вот таким вот образом. Немножко ее усложнили, добавили заслонку в глушитель и так далее. Но эта система в первых версиях, то есть 18-19 год, она давала сбой, давала ошибку. Не знаю, решили ли ее сейчас. Многие из проблем вот этого поколения, которые выпускали, делали отзывные компании, делали замены. Мы с 2020 года многие проблемы решили. Насколько я знаю, эту проблему еще не решили. В общем, эта система периодически может зажечь вам чек по экологии, тем более в нашей стране, с нашим топливом и так далее. Но, опять же, мы говорим о машинах, которые будут эксплуатироваться в России, где, скорее всего, они подвергаются все чип-тюнингу, перенастройкам, заглушке EGR и всему-всему остальному. Так что это факт вам чисто так, ради галочки. Второе изменение. Здесь добавили разрезные шестерни на распредвалы. То есть, по факту, это как система VVTi была бы, если бы этот мотор был бензиновым. Зачем они здесь нужны? Абсолютно незачем, кроме того, как поясняет сам дилер, для уменьшения шума от газораспределительного механизма. Это, на первый взгляд, классное новшество, потому что дизельный мотор, он тишиной, в принципе, не отличается. Но, как выяснилось, тоже с этой системой возникли проблемы. И в 2020 году, насколько я знаю, это все дело решили. Система осталась, просто ее немножко доработали. А проблема заключалась в том, что эта система, которая создана для того, чтобы уменьшить шум, сама начинала ближе к 100 тысячам просто шуметь. То есть, вот эта средняя звезда, которая глушила шум от ГРМ, начинала сама греметь, короче говоря. И просто люди приезжали в сервис со стучащим мотором. Это классно, если вы в дилерском центре купили на гарантии тачку. И третья проблема, точнее, можно уже сказать, и проблема. Третья система, которую изменили относительно прошлого поколения в моторе, это масляный насос. Масляный насос, который в этой версии с регулировкой производительности и давления. То есть, чтобы он не гонял постоянно масло в одном и том же темпе, что у нас, соответственно, уменьшает в обычных автомобилях всех, и ресурс масла, и ресурс самого насоса, в том числе и ресурс двигателя. При нагреве, грубо говоря, при падении плотности масла, он просто свой темп уменьшал. При необходимости увеличивал. Но, опять же, чуть-чуть копнув назад, выяснилось, что и эта система тоже не безупречна. И второй шум, который появлялся в этом моторе, появлялся как раз-таки за счет самого масляного насоса. Поэтому все это дело было отрепетировано, насколько я знаю, в 2020 году. И таких проблем нет, кроме, опять же, чека, который загорается по системе EGR. Вот. Все, что услышал, друзья, самое интересное, я рассказал. Из всего остального, это один из самых надежнейших моторов, в принципе, которые есть. По трансмиссии, здесь, опять же, тоже интересная штука, она, то есть, это коробка, да, автомат по факту, в которой интегрирован передний редуктор и раздатка. То есть, это один большой сплошной механизм. Этот же механизм ставится и на аудюхи, и на бмв, и на нескольких паршах, насколько я знаю. Конечно, вопросов к нему нету. Он отличается у разных производителей по софту, то есть, по программе. И, ну, опять же, здесь есть где-то свои отзывы. Кто-то чем-то не рад постоянно. Эта система подстраивается, кодируется, перепрошивается. Ну, в общем, все вот эти европейские заморочки. В целом, коробка тоже хорошая. И еще один интересный факт, который я должен был сказать вам, когда рассказывал про первое поколение, самое, в Таурегах. В 2005 году была версия, Таурег W12 назывался, который выпускался с 12-цилиндровым бензиновым двигателем, прикиньте. Вот такая вот бандура. По мощности было что-то около 450 лошадиных сил. Нифига, на самом деле, непонятно, нафига это сделано, но очень прикольно. Как у американских каких-то огромных мускулкаров. Подводя итог вот этой кучи болтовни, которую я сейчас наговорил, мотор хороший, себя оправдал давным-давно. Но вопросов к нему нету. И это один из тех европейцев, с которыми не должно быть, во всяком случае, проблем по технической части. Тем более, если мы берем новый автомобиль. Относительно новый, да, 20-го года и без пробега по России. Класс? Класс. Что рассказать о салоне, друзья? В принципе, познакомившись с Volkswagen, первые, по-моему, мы снимали Golf. Старенький еще, там, года 14-го. Потом Volkswagen Arteon, что-то Passat, по-моему, у нас был. В общем, могу сказать, что вот эта вот Volkswagen-овская строгость, то есть ощущение того, что ты сидишь где-то в офисе, таком, знаете, буржуйском, за офисным креслом, за каким-то таким строгим деловым столом. То есть это та тачка, которая навязывает тебе надеть пиджак почему-то. Мне так кажется. Это вот в каждой детальке интерьера подчеркивается. Вот в этих вот острых углах. Вот в этом переходе, да, между деревянной вставкой, хромированной пластмасской и черным вот этим вот матовым пластиком. Салон четкий, комфортный. Реально можно сказать, что даже по сравнению с прошлым поколением эта машина внутри выглядит лучше. Опять же, мне не хватает, как всегда, потолка черного, да, и материал хочется, ну, какой-то такой помягче. Вот эта вот мешковина тряпчатая, мне кажется, везде неуместна. При том, что в БЭХах, в МЭРСах она точно такая же. И все люди, кто, ну, прям любит свою машину глазами, они вот этими вещами заморачиваются, перетягивают их, переобшивают. У нас панорама на всю крышу. Половина ее открывается. Это, кстати говоря, очень крутая опция. Абсолютно нафиг никем не используемая. Вот, но крутая. Но никому не нужна. Вот, из новшеств у нас здесь огромная панель из двух дисплеев состоящих. Да, естественно, нет смысла перечислять все системы, которые здесь есть, потому что здесь есть все. Все, что должно быть присуще любому люксовому автомобилю, да, то есть у которого класс выше среднего, здесь, естественно, есть. Помимо того, что это тачка 20-го года. Вот. Даже вот эта вот штука, которой надо просто научиться как-то пользоваться управлением жестами. Класс? Класс. Все, естественно, русифицируется. Устанавливается сюда и навигация, и подключается к любому типу устройств, и так далее, и тому подобное. Все есть. Мультируль, которого можно управлять абсолютно всем, у которого вот эти кнопки, знаете, с ощущением тактильного нажатия, то есть они вроде и не сенсорные, но в то же время плоские. Классно, в общем. Машина в ногу со временем сделана, я думаю, что по удобству здесь проблем не будет. Мне нравится вот этот селектор, да, на который полностью кладется ваша рука, и два раза, посмотрев, куда вы щелкаете, вы запомните это на всю жизнь, и без каких-то там либо колебаний можно нажать. Это куда удобнее, чем мерседесовские вот эти вот переключатели на руле. Классно сделана здесь громкость, да. Я хвалю всегда в Audi такие штуки. Здесь еще удобнее вот это огромное колесо посередине. Все кнопки крупные, все написано огромными значками, то есть это для людей. Вот. Что еще хочется рассказать об этом поколении, находясь в салоне? Друзья, это пневма. Пневма, которая есть не во всех версиях, да, есть простая подвеска. Есть пневма, за которую очень любили Volkswagen во втором поколении. Объясню разницу. Когда появилось первое поколение Touareg, эта пневма была реализована с незамкнутым циклом, то есть воздух, который нагнетался в баллоны, да, для подъема машины брался, с улицы проходил фильтрацию и загонялся, грубо говоря, в ваши подушки. Но с учетом того, что воздух был влажным зачастую, да, в нашей стране, эта система начинала выходить из строя. То есть если резинкам ничего не было, то металлические части начинали просто коррозировать и разваляться. Поэтому это периодически требовало обслуживания и которое стоило немало денег. Так вот, инженеры Volkswagen Group во втором поколении эту систему сделали замкнутой. То есть там была азотная пневма с баллоном, в который закачивался азот, и она работала по кругу, не брала воздух с улицы, да, работала внутри себя абсолютно герметично, тем самым лишая вас удовольствия постоянно ее задорого обслуживать. Так вот, что сделали инженеры, которые выпускали в свет третье поколение, все нафиг убрали и вернули обратно разомкнутую систему пневмы, которая опять же черпает воздух с улицы, тем самым насасывая в себя воду и ржавея изнутри, пока вы даже ей не пользуетесь, потому что эта система интеллектуальная и при загрузке задней оси она будет самопроизвольно поднимать жопу. Тем самым она будет насасывать в себя влагу и рано или поздно потребуется обслуживание. Вот такой вот еще один нюанс по техничке, которую я вообще в салоне не должен был рассказывать. А в целом все четко. На втором ряду место также предостаточно, будет комфортно как взрослым, так и детям. Здесь продолжение того же самого интерьера, который ждет в передней части, то есть не просто скучная дверь, а сюда также вмонтированы вот эти вставки, закрывающие серию систему, вот эта вот линия с диодными подсветочками, вот эти жесткие фольксвагеновские ручки с угловатой вот этой вот концепцией, мне лично нравится. Достаточно примитивно выглядящая консоль управления климатом, в которой, кстати говоря, есть все, можно еще и делать и направление, с которого вам будет обдувать печка или кондишка, так еще и управление подогревами сидений. Розетка для прикуривателя и две, хотел сказать, USB дырочки. USB здесь уже нет, здесь уже разъемы Type-C. Поэтому от USB-шек уже отказываются все производители, ну и слава богу. Вот. Да и в целом, нечего сказать. Достаточно удобно, практично, салон как салон. Знаете, как правильно пишется Таурек? То-у-арек. Если кто не знал, теперь знаете. Естественно, электропривод багажника уже можно не говорить, потому что он есть во каждом автомобиле, во каждом. Но, тем не менее, я буду говорить всегда, потому что я эту штуку очень люблю. Вот такая вот микро-шторочка у нас есть на задней двери. Заметили? Классно. Стандартная вот эта вот болтушка, как в X-Trail, которую я не люблю, которая, мне кажется, создает дребезжание и абсолютно нормальных размеров багажника. Нашел здесь управление, как в BMW, пневмой. То есть, если вам надо что-то огромное, тяжелое засунуть, и вы не можете поднять его больше, чем на 20 сантиметров, ничего у вас не получится, потому что надо хотя бы вот на 40 поднять. Вот. Но, тем не менее, вы можете ее опустить вниз, приподнять. Это классно. Мне понравилась вот эта запаска, которую мне тут объяснили. Я думаю, что это нафиг такое? А это саморасправляющаяся, самонадувайка. Колесо, которое при подаче в него воздуха расправляется и становится огромным полноразмерным, ну не огромным, но нормальным полноразмерным колесом с размером 195-65 на 20. В России это очень круто. Во-первых, что это не банан, на котором можно реально доехать куда-то. Во-вторых, круто, что это не ремкомплект, который, если у вас вот такой боковой порез, нифига не поможет. Куда его себе заливать? Вы знаете. А реально практически полноценное колесо. И при этом оно не занимает у вас весь багажник. Классно? Классно. Вот, пожалуйста, вам новшество. Ну, сейчас на самом деле говорят это во многих тачках, но по мне это круто. Друзья, кайфую от управления этой тачкой. Вот прям без вранья. Если сравнивать со всем, что уравняют на Touareg, нифига вообще подобного. Touareg здесь реально бесподобно. Ну, чисто реально мне нравится. Мне не нравится вот эта система удерживать, что у меня в полосе. Ну, это я сам без поворотников просто перестраиваюсь. Очень мягкая идет машина. Очень хороший пинок мы ощущаем от турбового мотора. При том, что каталожный расход у нас что-то 7,1 литр, да, на 100 километров. Разгон до сотни заявлять, что-то около 6,7 что ли, если не ошибаюсь. Вот, но в плане мягкости хода, плавности ходовки, да, блин, ну вот эту машину хочется похвалить. И это не пустые слова, потому что мы на многих автомобилях, даже взять Volvo XC90, у него все равно более сбитая городская ходовка. А вот этот Touareg, он прям реально располагает к себе. И едешь, как на крузаке на рамном. То есть он прям реально так покачивающий, убаюкивает тебя, при этом абсолютно не занимает динамики. То есть прям в управлении очень кайфовая тачка. Сочетание, не люблю хвалить машину просто так, но здесь вот прям вот эта тонкая грань между вот этой кренами, да, излишней вальяжности и мягкостью, она прям очень тоненько соблюдена. Вот это прям реально респект. Ну, в общем, от управления я прям балдею. Мне нравится, я прям погонял бы на нем недельку. Друзья, цены. Вот этот красавчик обошелся 5 миллионов 900, что-то там с копеечками тысяч рублей, чуть меньше 6. Это классно. Это автомобиль вообще без изъянов, с минимальным пробегом и в состоянии практически нового автомобиля. Здесь из недочетов можно рассказать только то, что тонировку неровно ободрали, потому что в Корее они все ездят в хлам затонированными. Ранее вот такие версии в дилерских центрах можно было купить, ну, где-то от 8,5-9 миллионов рублей. Но нынешнее время не оставлять нам вариантов. То есть дилеры ушли. В России такие автомобили официально не продаются. Где-то, может быть, у перекупов и так далее. В общем, на вторичке. Цены стартуют от 6 миллионов за машины, которые уже здесь езжены. И, соответственно, не понять в каком состоянии. Ну и то, за 6 там по пальцам пересчитать можно эти варианты. Версии на бензиновом, либо на 4-х литровом несуществующем дизеле, естественно, тоже перечислять нам не приходится, потому что их нету. На самом деле есть там несколько объявлений, если по всей России смотреть. А бензиновых трешек, либо двушек, я даже уже не помню. Но, опять же, я не уверен, что их кто-то купит, потому что, опять же, это не ликвид конкретный. С кем можно сравнить вот этих красавцев? Да, практически с каждым современным кроссовером вот такого класса. Если говорить о том, что это одна из трех самых топовых марок, в которые мы вносим Volkswagen, BMW и Mercedes, то здесь мы, опять же, сравниваем с GLE-шкой или с X-серией, X-5, наверное, версией, может быть, даже X-3, скорее всего, у BMW. Плюсы и минусы в какое-то конкретное жесткое сравнение проводить не вижу смысла, потому что это настолько вкусовщина, настолько огромная война идет у фан-клубов того или иного концерна с другими. Поэтому я оставлю это вам, друзья. Можете написать в комментариях, если вы топите за VAC или если круче, чем BMW, для вас никого нет. Лично я могу сказать, что автомобиль мне понравился. То есть это вполне себе, это машина для взрослого человека. То есть это не та тачка, от которой можно фанатеть. Это не тот автомобиль, ради которого стоит вступать в фан-клубы VAC и кричать всем, что VAC всем надерет жопу. Нет, это тачка для взрослого человека, который просто хочет хорошо выглядеть в обществе и хочет, чтобы этот автомобиль его не подводил. Машина, в которую можно сесть в любую погоду, в любое время, нажать кнопочку, прогреть и отправиться практически куда угодно через всю нашу преогромнейшую страну. Вот такое впечатление у меня оставил этот автомобиль. Друзья, пишите комментарии, пишите комментарии о том, зашел ли вам Volkswagen в третьем поколении или вы так же, как большинство, наверное, считаете, что второе поколение топ или вообще Volkswagen говно. В общем, мы с европейцами, лично я, не очень хорошо знаком, поэтому вот такие вещи всегда почитать интересно. Может быть, что-то новое. Кстати, очень много нового, я подчеркиваю, из ваших комментариев. Напомню, друзья, что не только из Кореи, а еще и из Японии, из Китая, Америки, Арабских Эмиратов и практически любой страны, где есть машины, мы можем ее купить и привезти для вас. И, может, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Вот так точнее. Ставьте лайки обязательно. И до новых встреч, друзья! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.